На одной из автозаправочных станций появился таксист с трубочкой. Он передал эту трубку диспетчеру, а с диспетчером поговорил якобы директор данной автозаправки и попросил девушку передать суточную выручку таксисту. В результате она 99 тысяч рублей передает таксисту, таксист спокойно уезжает. Когда в полицию поступает сообщение о совершенном преступлении, сотрудники полиции оперативно реагируют, устанавливают сотрудника такси и его задерживают. К сожалению, к этому времени он уже успевает перечислить мошенникам часть денег. Такая же история произошла и на другой автозаправочной станции. Благо диспетчер на этой заправке оказалась более бдительной и отказалась разговаривать по телефону. Кроме того, две одинокие нефтекамки оказались обманутыми женщинами сыганской внешности. Как уже мы ранее рассказывали, они общаются с людьми на улице, выбирают себе жертву, просятся к ним домой на ночлег, а когда уже проникают с ними в квартиру за чашкой чая, они говорят, что у хозяйки квартиры порча и нужно провести целый ритуал по снятию порчи. Просят пожилых женщин упаковать всю наличность в кулек и убрать укромное место. А когда эти гости удаляются из квартиры, потерпевшие обнаруживают пропажу денег. Таким образом, одна из женщин потеряла 24 тысячи рублей, а другая потерпевшая более 50 тысяч рублей. В связи с этим мы обращаемся к населению города, быть более бдительными, не пускать за порог посторонних лиц, незнакомых, не отдавать, не доверять деньги, не доверять чужим звонкам, предупреждать друг друга о совершаемых фактах. Продолжение следует...